Считается, что за свою жизнь человек проходит столько километров, что он мог бы обогнуть землю четыре раза. Но я думаю, если обычный человек четыре раза, то мой коллега и соведущий Денис Дудинский, наверное, все эти километры можно помножить и увеличить и в квадрате, и как-то еще. Он действительно только вернулся из Намибии и спешит рассказать вам самое интересное, потому что он доходит туда, куда еще не ступала нога человека. Сегодня я продолжу рассказывать об Эфиопии, прекрасная, потрясающая страна в Африке. Напомню, столица Аддисабеба, государственный язык амхарский. Все мы знаем, что Эфиопия является крупнейшим поставщиком кофе. Но вот возникает вопрос, а пьют ли сами эфиопы кофе и как они это делают? Ведь если сравнить, например, с Южной или Центральной Америкой, то там все очень сложно с кофе. Хотя они тоже поставляют кофе в огромных количествах, и мы все знаем южноамериканский кофе. Но там вместо кофе вам на заказ принесут какую-то маслянистую жижу и графин с кипятком, мол, сам себе разбавляй там по вкусу. В Эфиопии все совсем не так. Процедура питья кофе возведена в ранг традиций. Сначала, конечно же, это может показаться, что это какая-то туристическая анимация, потому что в аэропорту сразу же в зале прилета в Одисабебу вас встречают вот такие женщины с кучей каких-то чайничков, чашечек, угли, горят. Она что-то разжигает, доливает, переливает. Ну и, конечно, кажется, что это, наверное, какая-то просто туристическая традиция на показ. Далее же, когда двигаешься вглубь страны, ты понимаешь, что это даже не традиция. Это норма для эфиопов пить кофе так, как, например, китайцы устраивают чайные церемонии. Итак, заходишь в любую деревню, в любой дом, в любом племени, в городе или в селе, а вам сразу начинают предлагать кофе. Хозяйка устраивается посреди двора и выносит вот такую металлическую конструкцию, жаровню. Туда она закидывает угли из очага или из костра, сверху кладет сковородку, ставит сковородку. И вот на эту уже раскаленную сковородку она насыпает еще зеленые кофейные зерна, собранные здесь же недалеко на плантации ее мужем, братом или детьми. Минут 5-7 эти зерна обжариваются прямо при тебе. Ты сидишь и смотришь на это все. Далее вот эта женщина толчет кофейные зерна в ступки. Никаких кофемолок, никаких мельничек кофейных, только вручную. Пестик, ступка минут 10-15 и кофейные зерна превращаются вот в такую что-то крупную соль по размеру. Далее, эта кофейная пудра засыпается в чайничек. Чайничек заливается кипятком и тут же ставится опять на угли. И хозяйка сидит уже с гостями и разговаривает, пока там кофе бродит, заваривается, бурлит, что-то там происходит. Ну и потом разливается кофе вот в такие маленькие чашечки. Первый, скажем так, налив отдается мужчинам. Ну, прежде всего, гостю, разумеется. Почему мужчинам? Потому что он самый крепкий, самый ядреный и самый вкусный. Считается, что этот кофе должен пить мужчина. Он придает мужскую силу. Туда еще кладется травка, которая называется Адама Васила. Для того, чтобы размешать сахар или просто вот для придания аромата. Зеленая травка. Не знаю, как по-латыни, как научное название у этой травки. Держат чашечку всегда вот так вот обязательно двумя пальчиками и пьют с этой стороны. Далее, следующий налив уже предлагается женщинам. Следующий налив предлагается женщинам, а потом, третий налив, это уже детям. Дети кофе в Эфиопии пьют с четырех лет. Вот, пожалуйста, я могу показать даже фотографии. Заходишь в любую, в любой бар, кафе, если так можно назвать, в какой-то совершенно простой эфиопской глубинке. И там, посмотрите, на заднем плане сидит уже женщина и готова тебе предложить кофе. То есть у них все сразу же здесь в пылу с жару. Вот, обычный земляной пол, какие-то нелепые столы. Это кафе в деревеньке, которая называется Арбамыч. Уже само название чего стоит. И тут же, конечно же, тебе предлагается вот этот напиток. Ну, надо сказать, что в племенах, в далеких племенах, достаточно диких, пьют несколько иной кофейный напиток, который делают из внешней оболочки кофейного зерна, высушенной внешней оболочки, которую заваривают, и которую пьют вот из таких высушенных половинок тыквы. Трудно это назвать, конечно, кофе. Скорее всего, это просто похоже на чай, который налили в сосуд, в котором только что был кофе. Ну, и выглядит, согласитесь, достаточно ужасно. Но в темноте ты, конечно, не видишь, что пьешь. Ну, и без уважения к племени ты вынужден выпить этот напиток. Вот так происходит кофейная процедура в племенах Эфиопии. На вкус эфиопский кофе, тот самый прекрасный эфиопский кофе, конечно, значительно отличается от того, что мы привыкли пить у себя здесь или путешествуя по европейским странам. Это что-то особенное. Описать это невозможно. Это надо попробовать. И, кстати, эфиопы очень обижаются, когда ты просишь сделать их кофе без сахара. Они кладут сахара много, и мне кажется, это оправдано. Вот такая кофейная традиция из Эфиопии. Спасибо, Денис. Надеемся, что о своем последнем путешествии в Навибию, из которого Денис вернулся буквально на днях, он расскажет чуть позже. Обязательно. И поахаем, и поохаем, а может быть, даже и посмеемся. А вот кто шутит не просто так, а очень дорого, расскажет Евгений Кудин. Спасибо, Денис. Субтитры сделал DimaTorzok